В этом году Московская область отмечает свое 90-летие. Один из новых павильонов, открытых в Одинцовском музее, посвящен именно этому событию. Здесь представлены предметы быта наших прабабушек. Все экспонаты оригинальные, собраны на территории округа. Благодарность нашим жителям Одинцовского округа, которые по крупицам создавали не только благотворения в виде русской печи и люльки, но и приносили от своих бабушек, прабабушек те вещи, которые им дороги. И они хотят, чтобы дети и гости нашего округа приходили и смотрели, что же было здесь ранее. Первыми новую экспозицию посетили ученики Одинцовской лингвистической гимназии. В этот день урок истории прошел в новом формате. Не в школе, а в музее. Бесподобные залы, очень уютная атмосфера. Ребята, вам понравилось? Да! И я уверена, что предмет истории теперь для них будет более близок, понятен и интересен. Идея создать в сердце краеведческого музея русскую избу принадлежит Михаилу Викторовичу Солнцеву. Экспонаты он собирал долгие годы и, наконец, удалось сложить в единую картину. Здесь даже русская печь настоящая. Привезли мы это все из-под Звенигорода, из деревушки. Создали, здесь сделали печь, быт избы создали такой, какой он был. То есть, смысл подчеркнуть, что семья, деревенская семья, сама себя обеспечивала. Это разведение птицы, скота. То есть, можно было молоко, можно было мясо свое, рыбу, если есть, ловили. Сами пряли пряжу, сами ткали тканей, сами шили одежду себе. В рамках образовательного проекта «Уроки в музее» занятия будут проводиться для всех школ округа. История, окружающий мир. Изучать эти предметы в интерактивной форме гораздо интереснее. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».